Здравствуйте, мир! Мы анонимы. В пятницу, 27 января 2017 года, президент Трамп издал указ о приостановлении сирийской программы беженцев и временно запрещающий въезд для людей, прибывающие из Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Йемена и Сирии. Обратной реакцией стала ярость. Общественные деятели по всему миру выражали свое возмущение. С одной стороны, это понятно, учитывая гуманитарные последствия. Однако, следует задать вопрос, где было это возмущение, когда кризис беженцев создавался? Где был проведенный гнев в 2011 году, когда администрация Обамы свергло ливийское правительство, в первую очередь послав ЦРУ, поддержать группу повстанцев, которые в конечном итоге имели прямые связи с Аль-Каидой, а затем с помощью авиаударов закончили свою работу. До этого вмешательства, по данному ООН, Ливия была страной с одним из самых высоких стандартов жизни среди африканских стран. Они даже имели бесплатную медицинскую помощь. Сегодня страна является несостоявшимся государством, страдает от продолжающегося насилия. Вот почему эти люди пытаются бежать. А где был этот праведный гнев в 2012 году? Когда США начали предоставлять оружие, деньги и обучение повстанческим группировкам в Сирии в попытке свержения Асада. Даже в то время уже было известно, что большая часть этого оружия в конечном итоге оказалась в руках джихадистов. И это не было секретом. Эти группы совершали чудовищные измерства. Опять же, почему вы думаете, эти люди пытаются бежать? Затем был Йемен, где администрация Обама спокойно поддержала кампанию бомбардировок Саудовской Аравии в течение года, прежде чем, наконец, получила в свои грязные руки возможность наносить прямые авиаудары в 2016 году. Это подстрекательство к войне продолжалось до самого конца. Эта карта, где 26 тысяч бомб, Обама сбросил как раз в последний год, когда его полномочия иссякли. Бомбы, сброшенные Обамой в 2016 году. Вы знаете, мне кажется, что жители этих стран предпочли бы, чтобы вы встали против этих войн до того, как они разрушили их родину. И в то время, когда это происходило. Вместо того, чтобы думать, а куда они пойдут впоследствии, и просто болтать. Ничего из этого не является защитой порядка Трампа. Это не имеет никакого смысла. То, что Иран будет включен в список, а Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Египет получат свободный въезд. Особенно если учесть, что Саудовская Аравия является самым плодовитым поставщиком ваххабистского экстремизма в мире. Если, конечно, вы не смотрите на это через геополитическую линзу, что возвращает нас к реальной сути вопроса. Война. После восьми лет прикрывания внешней политики Обамы, левые уже имеют проблемы с доверием. А также текущая истерика на Трампа на каждом шагу, которая началась еще до того, как он вступил в должность, не помогает. Внутри своей эхо-камеры вы можете чувствовать себя революционерами, но с внешней стороны. Ваше избирательное возмущение попахивает лицемерием и низколобой предвзятостью. Мы анонимы. Имя нам регион. Мы не прощаем. Мы не забываем. Ждите нас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok They're not going to give you names. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. There should be a lot of systems beyond database. We should have a lot of systems. And today you can do it. But right now we have to have a border. We have to have strength. We have to have a wall. And we cannot let what's happening to this country happen. That's something your White House would like to implement. Oh, I would certainly implement that.